Коллеги, 11 часов. Давайте начинать. Представлюсь еще раз. Зовут меня Вородов Александр. Я продакт-менеджер по направлению Eostar в компании IP-MATIC. И сегодня у нас будет интересная тема. Поговорим про тарифные планы для телефонных станций серии P и серии P Software Edition. Разберем подробно функционал. Посмотрим, каким образом их предлагать нашим заказчикам. Но для начала все-таки давайте пару слов про производителя. Напомним, компания Eostar является одним из глобальных лидеров по разработке решений для систем связи и унифицированных коммуникаций, особенно в сегменте малого-среднего бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Китайской Народной Республике. Оборудование продается практически по всему миру. Компания в мировом масштабе имеет представительство во многих странах дистрибьюторов, партнеров. То есть компания работает на рынке очень давно и активно вкладывается в разработку новых сервисов и, соответственно, предлагает их как партнерам, так и нашим заказчикам. Компания участвует в многочисленных выставках, постоянно ежегодно, международных, получает призы, получает награды, сертификаты и таким образом подтверждает свой статус компании разработчика современных и интересных решений для систем связи и телекоммуникаций. И эти решения пользуются популярностью и востребованностью во всем мире. Итак, коллеги, давайте немножко отступим от основной темы и в целом поговорим про то, какие бывают телефонные станции, что из себя представляет АТС или, там, говоря в современном языком, коммуникационная платформа, каким образом подходить к выбору АТС заказчику, партнеру для реализации задач, которые необходимо решить на каждом конкретном участке деятельности компании, на каждом конкретном объекте. Безусловно, когда мы говорим о телефонных станциях, у нас сразу же есть большой ассортимент на рынке существующих АТС, крупных вендоров, известных вендоров, европейских, китайских вендоров, ну, очень много разработчиков занимается и выпуском аппаратных решений, программных продуктов, как в этом мире разобраться, что для себя выбрать, всегда встает вопрос. Можно здесь отметить основной ключевой момент, что платформа или сама телефонная станция выбирается непосредственно от тех задач, которые она должна решать. Безусловно, существуют очень простые телефонные станции с ограниченным набором сервисов, которые позволяют осуществлять базовые операции по совершению вызовов и, соответственно, получению вызовов от абонентов. Может быть, там какие-то переключения предусмотрены, может быть, базовые функции телефонии в виде перевода вызовов. Ну, то есть, это достаточно простые системы. Соответственно, эти простые системы могут быть также разной емкости и, как правило, невысокой стоимости. Существуют другие телефонные станции, которые являются уже, как бы, даже и не телефонными станциями, а коммуникационными платформами, в которых существует большое количество различного рода дополнительных сервисов и услуг. Это и видеоконференция, SQL Center и возможности интеграции не только с системами голосовыми, но и с такими, как различные мессенджеры, использование их в рамках, например, контакт-центра. И такие коммуникационные платформы требуют от производителя уже совершенно других усилий по их разработке. Безусловно, эти усилия, они требуют существенных затрат от производителя и стоимость таких решений, особенно если это решение достаточно большой емкости, увеличивается. То есть, с одной стороны, у нас есть системы дешевые и простые, а с другой стороны, у нас есть системы сложные и дорогостоящие. Как сделать выбор, как определиться заказчику, как ему расти в случае необходимости, какие сервисы использовать, как сделать выбор между дорогой системой и дешевой системой. При условии начала деятельности компании, как правило, бывает, что требования к таким сложным информационным системам отсутствуют, достаточно базовой системы связи. Но при росте компании, при подключении дополнительных сервисов для обеспечения бизнеса, как правило, такая необходимость возникает и здесь появляется перед любым собственником, владельцем, либо технической службой компании, которая обеспечивает услуги связи и поддержку для менеджеров. Вопрос, менять простую базовую систему, которая была вначале, на дорогую, либо делать что-то еще. И, безусловно, здесь возникает такой вопрос и перед технической службой, и перед собственником, который требует управленческих решений, требует затрат. Но, понимая это, тренд мировых производителей заключался в том, когда шло движение от простых систем к сложным, что была разработана идеология постепенного подключения сервисов, начиная с базовых до все более сложных. И такие платформы базировались и использовались и предлагались производителями в виде начальной базовой конфигурации, которая может поддерживать достаточно небольшое количество сервисов простых. И далее постепенно можно наращивать функционал такой платформы подключением дополнительных, так называемых, тарифных планов, либо подписок. Каждая из которых могла нести тот или иной функционал и, соответственно, обеспечивать одновременно с ростом компании те самые нужные сервисы, которые будут являться необходимы в конкретный момент времени роста бизнеса такой компании. В соответствии с этим трендом и в соответствии с этим движением, также компания Ястар прикладывала усилия для развития своей коммуникационной платформы на базе телефонных станций серии P и серии P Software Edition. Данные телефонные станции имеют в максимальном своем, так скажем, функциональном выражении огромное количество самых различных сервисов. Это и телефонные сервисы, это и сервисы и функционал для бизнеса, это и возможности очень широкие по администрированию и обеспечению безопасности, это средства ванифицированных коммуникаций. То есть каждая из телефонных станций серии P и P серии Software Edition обладает максимальным количеством самых необходимых сервисов, востребованных в настоящий момент бизнес-компаниями различной направленности. Причем данные сервисы могут быть использованы либо не использованы в каждой конкретной компании в тот момент времени, который она для себя считает важным, нужным их использовать. Как я уже ранее говорил, обеспечивается это с помощью специальных тарифных планов. Такие тарифные планы обладают различной функциональностью. И хочу сказать пару слов, что у нас в принципе существует соответственно аппаратное решение, программное решение и количество тарифных планов для этих решений немножко отличается. Если мы возьмем аппаратное решение, все вы знаете базовые модели для данного продукта, это телефонные станции модель P550, P560 и P570. В ближайшей перспективе на рынке мы увидим модель также еще P520, но пока она еще находится в стадии сертификации. Данные телефонные станции позволяют подключить от 20 до 500 пользователей и дополнительно к этому позволяют использовать один из четырех тарифных планов. Тарифный план BASIC, так называемый, он уже включен по умолчанию в каждую телефонную станцию, в каждую аппаратную АТС указанных моделей. То есть каждая телефонная станция при покупке уже обладает функционалом необходимым и достаточным для обеспечения базовой телефонии в офисе. И более того, то есть есть там дополнительные функции, которые предлагают такие возможности, как запись переговоров, как автоматический автоответчик, как перехваты вызовов, переадресации вызовов. Ну то есть достаточно функциональный АТС без каких-либо дополнительных продуктов и лицензионной поддержки в сторону более сложных интеграций, но тем не менее необходимы и достаточные на каждый день для компании, которые в данный момент времени не требуют для себя подключения сложных и функциональных сервисов. То есть приобретаем одну из этих моделей, пользуемся и радуемся. Но тем не менее компания растет, компания развивается, развивается бизнес, требуется больше функционала и опять-таки использование интеграции телефонной станции с различными информационными системами. В этом случае мы используем и предлагаем три дополнительных тарифных плана. Это стандарт, энтерпрайз и ультимейт. То есть для телефонных станций в аппаратном исполнении у нас существует базовый тарифный план BASIC, который установлен в телефонной станции и работает всегда с момента покупки и до окончания ее существования. То есть он бессрочный. И плюс к этому предлагается три дополнительных тарифных плана стандарт, энтерпрайз и ультимейт, которые расширяют и функциональность данных АТС. Данные тарифные планы являются годовыми, то есть вы можете приобрести их на один год, можете приобрести на больший период в зависимости от потребности. Соответственно, когда потребность возникает, можно использовать тарифный план с одним функционалом, потом поменять его на другой. В целом можно это сделать даже в текущем периоде, то есть проапгрейдить имеющийся тарифный план до более функционального. То есть здесь возможны различные варианты. Для телефонных станций программной реализации, это по серии Software Edition, у нас существует два тарифных плана, Enterprise и Ultimate. То есть базового у них нет. Соответственно, дополнительно к этому хочу отметить, что для программной реализации телефонных станций существует возможность приобретения как годовых, так и постоянных лицензий. То есть если у вас есть потребность приобрести годовые лицензии, соответственно, они есть у компании EASTAR. Если есть необходимость приобрести постоянные, то они тоже существуют. Постоянные лицензии рассчитываются производителем по запросу, то есть для этого достаточно зарегистрировать проект и прислать запрос на нужное количество пользователей того или иного тарифного плана. Тарифные планы, предлагаемые компанией EASTAR для телефонных станций серии P и P серии Software Edition, обладают различным функционалом. Каждый из них можно использовать для решения тех или иных задач, от простого к сложному. Базовый функционал предоставляет возможности базовой телефонии. Функционал, заложенный в план стандарт, обладает дополнительными сервисами для удаленных сотрудников, если коротко. Соответственно, тарифный план Enterprise обладает возможностями подключения пользователей к собственному разработанному колл-центру, контакт-центру, плюс там имеется богатая возможность по интеграции с различными CRM-системами и сервис-деск. И тарифный план Ultimate предлагает дополнительные возможности по организации конференц-связи. Это если коротко про тарифные планы. На самом деле, функционал каждого тарифного плана достаточно большой и подробно описан в соответствующей документации и на сервере производителя. Тарифные планы, как я уже ранее говорил, являются мощным инструментом для развития бизнеса. Причем инструмент мощный, он двухсторонний, он важен и для партнера, и для конечного заказчика, поскольку позволяет обеспечивать рост бизнеса, обеспечивать новые возможности по взаимодействию со своими клиентами, как для партнера, так и для заказчика. Как правило, это технология, что называется, подход вин-вин, то есть победителем является и партнер, и заказчик, для которого реализуется проект, потому что заказчик получает современную интересную функциональную систему с теми сервисами, которые ему необходимы, а партнер, соответственно, получает возможность реализации для заказчика этой системы, обеспечивая ту функциональность, которая требуется, и зарабатывая на этом достаточно неплохо. Здесь хотелось бы отметить несколько моментов. Традиционно принято, что при модернизации инфраструктуры связи компании реализуется какой-то определенный объем оборудования в виде технического решения по модернизации корпоративной системы связи. И, как правило, эта реализация, она одноразовая. Ну, то есть предлагается объем оборудования, который заменяет устаревшее, оборудование устанавливается, заказчик оплачивает и работы, и соответствующие технические средства, после чего наступает некий такой пассивный период, в течение которого заказчик эксплуатирует установленное оборудование, а партнер, ну, в лучшем случае, осуществляет поддержку. Причем в данном вопросе при проведении такой модернизации достаточно высока бывает конкуренция между партнерами, каждый борется за этот проект. Маржа в этом случае партнерская может существенно снижаться, так или иначе, каждый старается победить. И основной объем оборудования и услуг, он осуществляется один раз. То есть один раз мы продаем, один раз мы зарабатываем, заказчик получает свое решение, и дальше мы здесь немножечко не так активно становимся по взаимодействию с заказчиком, по продвижению ему своих услуг, по предложению ему новых товаров. Но здесь есть, безусловно, предложение с использованием тарифных планов и подписок компании Ястар поменять подход в сторону обеспечения для партнера возможности ежегодного пассивного дохода. В данном случае при реализации тарифных планов, подписок компании Ястар, мы позволяем, компания Ястар в первую очередь, позволяет партнеру обеспечить для себя постоянный ежегодный пассивный доход, при котором отсутствуют затраты на приобретение оборудования. Соответственно, этот пассивный доход может быть увеличен с использованием более продвинутого функционально-тарифного плана. Даже после первой продажи самого, как сказать, базового тарифного плана, базовые подписки, это тарифный план стандарт, заказчик уже становится более активным с точки зрения приобретения более функциональных тарифных планов. Он пробует, он смотрит, он оценивает те плюсы и те функции, которые ему становятся доступны, и у него появляется как минимум интерес. Данный интерес можно, безусловно, подогревать с помощью специальных промо-периодов, которые заложены в каждую телефонную станцию. В течение 30 дней можно включить любой тарифный план бесплатно, предложить использовать этот тарифный план и функционал, заложенный в него, например, топ-менеджером компании, либо ведущим специалистом. И после того, как этот функционал ими будет оценен и испробован, соответственно, уже практически партнеру не придется уговаривать заказчика далее использовать тарифные планы. Заказчик сам придет к партнеру и попросит его о том, чтобы ему была предоставлена возможность перейти с демонстрационного режима на режим постоянной эксплуатации. И, собственно, таким образом, привыкая к этому функционалу, привыкая к этим дополнительным сервисам, заказчик будет приходить к партнеру ежегодно, просить предоставить ему возможность продления на использование данного функционала. И таким образом будет организовываться пассивный доход по каждому объекту, который у вас когда-либо был установлен. Реализованный тарифный план обеспечивает стабильный ежегодный доход для партнера. Соответственно, компания уже более плотно взаимодействует с заказчиком, становится ему ближе и легче. Опять-таки, делать дополнительные предложения уже нет с точки зрения, не только с точки зрения телефонии, но и по другим информационным системам. То есть компания может сосредоточиться именно на новых продажах как для этого заказчика, так и для других. При использовании подписок, при использовании тарифных планов, безусловно, партнер больше зарабатывает. Есть вариант продать просто телефонную систему с какой-то маржинальностью, и есть вариант продать телефонную систему с экспертной составляющей. То есть проанализировать задачи конечного заказчика, понять его потребность, объяснить ему выгоды использования тарифного плана и той функциональности, которая в него заложена, и, соответственно, самому больше на этом заработать. Причем такие вложения, такие усилия со стороны партнера отбиваются, как я уже сказал ранее, тем, что данная подписка является ежегодной, тарифный план является ежегодным, и каждый год партнер, после того, как он обеспечивает для конечного заказчика данный функционал, будет продлевать эту подписку и таким образом ежегодно зарабатывать, без вложения, в данном случае, дополнительных усилий. Заказчики со своей стороны бывают не всегда готовы переходить на функционал тарифных планов, на функционал подписок, но, тем не менее, здесь необходимо показать те возможности с точки зрения сокращения расходов, которые становятся доступны с использованием тарифных планов. Бизнес заказчика не является постоянным, линейным и неизменным. Бизнес меняется, меняются потребности. Сегодня нужно больше одних сервисов, завтра других. Сегодня нужно предоставить возможность работы удаленным сотрудникам, завтра сделать акцент на колл-центре, послезавтра сделать акцент на видеоконференц-связи, либо отказаться от каких-то сервисов и оставить те, которые были ранее. Если мы говорим о эффективном использовании информационных систем, систем связи, то постоянно эксплуатировать весь объем функционала достаточно дорого. Приобрести телефонную станцию в полном функционале, вложив эти деньги в основные затраты на оборудование, на программное обеспечение, также может быть достаточно дорого для заказчика. Гораздо более выгодным вариантом является вариант использования именно того функционала, именно тех сервисов, которые необходимы в настоящий момент времени. Таким образом, оптимизируются затраты, оптимизируются вложения на корпоративную телефонию и используются выделенные средства только лишь по назначению на те сервисы, которые необходимы компании в данный момент времени. По большому счету, использование подписок, использование тарифных планов для конечного заказчика является снижением основных расходов. То есть это для него плюс. Для партнера плюс в том, что он ежегодно зарабатывает на подписках, на тарифных планов для заказчика, плюс в том, что он экономит в целом, используя подписки, не вкладываясь в тот огромный объем функционала, который мог бы он приобрести не используя подписки, а используя приобретение постоянного программного обеспечения. Пройдемся коротко по функционалу телефонных станций, входящих в подписки. И здесь необходимо отметить, что мы движемся от простого к сложному, соответственно, от решения простых задач к решениям все более сложных. И в базовом варианте, как я говорил, у нас присутствует обычная телефония. То есть мы можем совершать звонки, у нас есть автоответчик, у нас есть запись разговоров, у нас есть переадресация, ну то есть все, что необходимо на каждый день. При подключении тарифного плана стандарт у нас появляются хорошие и обширные инструменты для работы удаленных пользователей. То есть мы здесь можем использовать удаленное администрирование телефонных станций, мы можем использовать приложение для смартфонов на базе операционных систем Android и iOS, Lyncos, можем использовать также это приложение для настольных компьютеров и ПК. И таким образом любой сотрудник компании, который находится на удаленной работе, командировке, либо, возможно, там работает из дома каким-то другим причинам, всегда может использовать полностью все услуги связи, предоставляемые телефонной станцией e-START, без ограничений. То есть все сервисы телефонные предоставляются абсолютно в том же объеме, как и сотруднику, который работает непосредственно в офисе. При необходимости подключения дополнительных сервисов, таких как контакт-центр, таких как интеграция с CRM-системами, системами Service Desk, мы используем дополнительно тарифный план Enterprise. Причем в тарифные планы верхнего уровня входит весь функционал тарифных планов нижнего уровня. То есть если мы говорим о тарифном плане стандарт, то в него уже входит весь функционал тарифного плана Basic. Если мы говорим о тарифном плане Enterprise, то в него входит весь функционал тарифного плана стандарт. И то же самое для тарифного плана Ultimate. Тарифный план Enterprise является наиболее, так сказать, востребованным и интересным с точки зрения количества сервисов, которые в него входят. То есть там имеется практически все, что необходимо от средней до крупной компании, все сервисы, которые необходимы для полноценной интеграции полноценного использования со современными информационными системами. В частности, с CRM-системой Bittrex 24, которая весьма популярна на территории России. Тарифный план Ultimate предлагает дополнительно использование видеоконференц-связи. С использованием этого тарифного плана можно достаточно просто и удобно организовывать видеоконференц-связь в рамках компании, без привлечения каких-либо дополнительных средств и видеосерверов. Немного пройдемся по тем конкретным функциональным сервисам, которые являются ключевыми для телефонных станций компании E-Star и которые предоставляются в рамках тех или иных тарифных планов. Встроено решение контакт-центра. Очень интересный контакт-центр реализован компанией E-Star. Весь функционал контакт-центра содержится непосредственно в программном обеспечении телефонной станции, не требуется подключение каких-либо дополнительных серверов в этом случае. Абсолютно самодостаточное решение, но при этом весьма функциональное. Дополнительно у нас не существует ограничений на количество агентов колл-центра и супервайзеров. Такие ограничения у ряда производителей бывают, но из старых их нет. То есть можно создать столько агентов и столько супервайзеров, сколько необходимо. Кроме того, все они могут работать удаленно, из дома, из каких-то других рабочих мест. И в рамках этого колл-центра обеспечивается практически такое же профессиональное управление и администрирование агентами, очередями, взаимодействием между собой сотрудников колл-центра, как и для больших колл-центров, реализованных на базе уже известного оборудования и программного обеспечения западных производителей. В рамках данного колл-центра предлагается возможность использования панели очередей. С помощью панели очередей можно эффективно управлять операциями колл-центра с единого интерфейса. Управлению подлежит статус агента. Имеется возможность обработки вызовов в очереди простым перетаскиванием мышки. Имеется возможность отслеживания результатов обработки вызовов. Соответственно, в режиме реального времени можно увидеть информацию по каждому агенту и данные о производительности. Кроме этого, существует специальная панель производительности, которую можно видеть на экране операторов, работающих с колл-центром, можно вывести ее вовне. И при взгляде на эту панель можно легко оценить сразу одним взглядом ситуацию с нагрузкой в данный момент по контакт-центру. Соответственно, принять решение об оптимизации его работы и перераспределении нагрузки. Хочу отметить, что колл-центр, который реализовала компания Ястар для телефонных станций серии P, является уже в целом не просто колл-центром, а контакт-центром. С учетом того, что имеется возможность обслуживания омниканальных вызовов. Как вы знаете, а если не знаете, я вам сейчас расскажу, существует разница между колл-центром и контакт-центром. Колл-центр обрабатывает телефонные вызовы, и не более того. То есть, если мы позвонили, нам оператор отвечает, либо ставит нас в очередь. Из очереди мы постепенно двигаемся и попадаем к определенным сотрудникам. Но в каждом случае это телефонный вызов, это звонок. Контакт-центр отличается от колл-центра тем, что обрабатываются любые виды обращений. Эти обращения могут быть сделаны через известные мессенджеры, такие как Telegram, такие как WeChat. Это может быть SMS-сообщение, это может быть обычный телефонный звонок. В любом случае, эти все обращения будут обслуживаться операторами в рамках стратегии обработки вызовов, написанной для данного контакт-центра. Интеграции постоянно дорабатываются, возможности интеграции постоянно дорабатываются для данного решения. И в настоящий момент компания Ястар проводит работу по интеграции омниканальных вызовов и колл-центра для Facebook и, соответственно, LiveChat. Это пока еще не завершено, но уже в ближайшем будущем будет сделано. Обеспечивается уже реализованная интеграция с рядом CRM-систем. Для нас в первую очередь интересна имеющаяся интеграция с CRM-Bitrix24, поскольку у многих она есть. И в рамках данной интеграции можно использовать вызов абонента одним кликом мышки, можно использовать всплывающие вызовы, обеспечивается синхронизация контактов и автоматическое создание контакта при входящем обращении. Самой CRM-интеграции пока нет, она в целом обсуждалась и планировалась. Есть вероятность, что она все-таки будет реализована. Пока не могу назвать, какие сроки. Постоянные лицензии есть только на телефонной станции P-серии Software Edition, на обычные аппаратные решения, на P-серию в виде трех основных базовых моделей 550, 560 и 570. Бессрочных лицензий нет, но вы всегда можете приобрести их на несколько лет, но даже при этом можно обсудить возможность скидки. Кроме того, совсем недавно была реализована дополнительная интеграция с отельными системами, с такими как Micros Fidelio, Opera. Соответственно, это наиболее популярные системы, которые использовались в том числе на территории России для гостиниц среднего и верхнего уровня. И в настоящий момент, в связи с тем, что телефонные станции, оборудование, установленное там ранее западными вендорами, уже достаточно сложно обслуживать и поддерживать в связи с известными санкциями, в связи с известными санкциями. И мы здесь в данном случае можем предлагать наши телефонные станции, наши решения, у которых также имеются интеграции с данными отельными системами, и мы легко можем таким образом заменить имеющиеся системы связи нашим продуктом. Системы Helpdesk предназначены для обработки заявок пользователей, для работы технических служб, для более оперативного обслуживания обращений. Такая система и интеграция с телефонными станциями Ястар серии P. Также Ястар реализована и продолжается работа по добавлению новых систем в данную линейку. Видеоконференц-связь реализована на базе телефонных станций серии P в удобном и относительно простом виде. То есть в рамках проводимых видеоконференций обеспечивается безопасный канал видеоконференции, сам сервер видеоконференции находится не на телефонной станции, а в облаке, в дата-центре, который находится на территории России. Таким образом, нагрузка распределяется равномерно, мощности, необходимые для проведения таких видеоконференций, они здесь распределены. Обеспечивается высокое качество аудио и видео, совместное использование экрана, можно, как и показывать документы в рамках проведения видеоконференции, можно подключать-отключать участников, достаточно гибкая система планирования также предусмотрена. Существует для телефонных станций серии P также и API-интерфейс. В рамках API-интерфейса поддерживается конфигурирование АТС, управление вызовами, контроль звонков, уведомления о различных событиях, то есть все это можно гибко настраивать, добавлять в другие информационные системы для решения тех или иных задач. Кроме того, для приложения Lyncons также существует комплект разработчика, который позволяет добавлять эти сервисы в другие информационные системы. Есть подробное описание SDK, программисты могут ознакомиться с ним, скачать свободно и далее использовать для доработок в рамках интеграции систем на конкретном объекте. Кроме того, безусловно, обеспечивается возможность удаленной работы, удаленного управления телефонными станциями и устройствами компании Ястар, а также удаленной работы сотрудников. В рамках данного процесса, связанного с управлением, с мониторингом, существует возможность технической поддержки с использованием специального централизованного управления и мониторинга. Данный продукт, данная система доступна из личного кабинета партнера и лицензируется по количеству подключаемых устройств. Каждый партнер может попробовать, посмотреть, как это работает, протестировать, и если возникает необходимость, подключить необходимое количество устройств своих заказчиков, находящихся на обслуживании, и тем самым существенно упростить процесс обслуживания и уменьшить свои затраты на данные операции. Таким образом, для партнера здесь удобство заключается в том, что АТС заказчиков обслуживается удаленно и безопасно. Система оперативно информирует партнера о каких-либо инцидентах, которые могут возникать, и партнер снижает, соответственно, затраты на эту поддержку, таким образом повышая свой собственный уровень дохода. Для заказчика выгод заключается в том, что реакция партнера на инциденты становится более быстрой и активной, и заказчик может сократить затраты на свой обслуживающий персонал, потому что все эти вопросы, большинство из них, могут быть переданы партнеру для оперативного решения. На данном слайде мы, собственно, как раз можем коротко посмотреть стоимость решений тех или иных с использованием тарифных планов, начиная от Basic до Ultimate, и посмотрим эту стоимость в виде рекомендованной розничной цены. Как мы видим, по колонке Basic у нас находится стоимость, собственно, самих телефонных станций в виде железа с функционалом Basic, то есть телефонные станции от модели P550 до модели 570 находятся у нас в ценовом диапазоне от 999 до 2699 долларов. Если мы используем вместе с этими телефонными станциями те или иные тарифные планы, Standard, Enterprise либо Ultimate, то мы можем посмотреть, как у нас увеличивается стоимость этих телефонных станций. Нижняя часть, нижняя строка таблицы, собственно, это и показывает. Если мы сложим стоимость телефонных станций по колонке Basic, соответствующей стоимостью тарифных планов, мы получим совокупную стоимость решения, которое обеспечивает для нас закрытие потребностей по функционалу тарифного плана Standard, Enterprise либо Ultimate. Таким образом, минимальная стоимость в рекомендованных розничных ценах телефонных станций по тарифному плану Standard составляет 1358 долларов, максимальная стоимость 4498 долларов. Цена для заказчика весьма доступная, с одной стороны, то есть здесь нет ничего неподъемного, при том, что функционал, который в данном случае обеспечивается, весьма богатый и находится на уровне высочайших мировых стандартов. При этом сам партнер может получать достаточно существенное вознаграждение при реализации данных сервисов для конечного заказчика. Как напрямую, на базе реализации оборудования и тарифных планов, причем ежегодной реализации тарифных планов, так и с учетом того, что при усложнении функционала, при предоставлении более глубоких интеграций для конечного заказчика, также увеличивается и стоимость работ, которые партнер выполняет для достижения тех задач, которые заказчик ставит перед партнером. Дополнительно хочу отметить, что в настоящее время на территории нашей страны реализовано уже более 200 телефонных станций модели P550, более 1000 телефонных станций модели P560 и более 500 телефонных станций модели P570. С учетом стоимости тарифных планов на данные модели, средний годовой объем средств, который может быть получен при реализации тарифных планов для каждой из этих телефонных станций, составляет от 1,5 миллионов долларов в год. Объем интересный, большой, поэтому еще раз вас призываю начать хотя бы с тарифного плана стандарт и предложить его тем заказчикам, которым вы уже реализовали оборудование. Реализованные проекты у нас имеются практически в любом спектре, в любом сегменте экономической деятельности компаний в нашей стране. Это и производство, и финансы, и ритейл, и гостиничный бизнес. Соответственно, вы можете легко предлагать данные телефонной станции и тарифные планы в любой сегмент имеющегося бизнеса. Если вам необходимо собрать кейс для конкретного заказчика с пояснениями, где аналогичные продукты, аналогичные сервисы были уже реализованы, обращайтесь. Мы, соответственно, на базе нашей имеющейся информации поможем в создании презентации с тем, чтобы наиболее выгодно показать этот функционал и реализованные проекты. Специальное предложение компании Ястар «50% скидки на тарифные планы» действует до 30 сентября этого года. Поэтому спешите, пользуйтесь этим предложением, предлагайте заказчикам как тем, которые уже приобрели оборудование, так и тем, которые планируют приобрести. Я думаю, что если вы заложите сейчас в проект тарифные планы для вновь инсталируемых объектов и по каким-то причинам этот срок не сможет закрыться до 30 сентября, то мы, в принципе, кейс-бай-кейс с вендором можем решить этот вопрос с тем, чтобы вам сохранить эту скидку на проект, зарегистрированный в настоящее время и который планировался реализоваться до 30 сентября. Индивидуально по таким вопросам обращайтесь, пишите мне на почту. Мы с вендором просто обсудим. Хочу также напомнить, что в 2024 году, в этом году, у нас имеются две новинки. Одна из них модель P520, до 20 пользователей, идет на смену всем известной модели S20 и сейчас находится на сертификации. По всей видимости, первая коммерческая поставка данной модели будет уже в четвертом квартале, но, тем не менее, мы к этому движемся и скоро уже будем готовы выложить информацию о функционале и о стоимости данной модели на наших информационных ресурсах. Кроме того, уже сейчас доступна модель P570 в варианте до 1000 пользователей. Данная модель обеспечивает возможность подключения до 1000 пользователей вместо 500 с использованием специального тарифного плана плюс план и двух модулей D30. Если мы приобретаем 570 станцию с двумя модулями D30 и лицензией плюс план, то получаем телефонную станцию на 1000 пользователей. Функционал данной телефонной станции не предусматривает использование тарифных планов стандарт Enterprise и Ultimate, но, тем не менее, обеспечивает возможность вот такой вот емкости. На этом, в целом, презентация моя закончена. Давайте посмотрим, что у нас есть по вопросам. Максимальное количество участников ВКС. Имеется возможность создать 20 сессий по 5 участников, но, соответственно, это количество дорабатывается и будет увеличено, рассчитывая, в будущем. Максимальное количество пользователей на 1000 абонентов для телефонной станции программной реализации по серии Software Edition обеспечивается, безусловно. Емкость может быть в целом до 10 000 абонентов в программной реализации, если именно речь про PSE. Годовую лицензию можно сейчас получить со скидкой 50%. Да, если мы сейчас говорим о лицензиях именно для аппаратных телефонных станций модели P550, P560, P570, то вы можете получить любую годовую лицензию тарифного плана стандарт Enterprise либо Ultimate со скидкой 50% от партнерской цены. 50% распространяется только на лицензии тарифных планов стандарт Enterprise и Ultimate для аппаратных АТС моделей P550, P560 и P570. Лицензии продаются с НДС. Да, все верно. Что касается реестр российского, то в части аппаратных решений, аппаратных платформ, таких действий мы пока не планируем, но активно работаем в настоящее время над внесением в реестр именно программного продукта. Рассчитываем, что в следующем году, возможно, нам удастся это сделать. 570 и плюс план удаленные абоненты. Возможно, там есть некие ограничения. Напишите мне на почту, я потом вам пришлю более детальную информацию. Лицензии отгружаются по стандартному документу платежному, соответственно, с закрытием акта на передачу лицензии. Если кому-то для заказчика нужно провести индивидуальную презентацию или подготовить презентацию для разъяснения преимуществ и с учетом особенностей какого-либо проекта конкретного, тоже так же обращайтесь. Мы используем функционал наших пресейлов. Совместно с вами подготовим эту презентацию, чтобы наилучшим образом показать те преимущества, которые будут заказчику доступны. Маркетинговый материал. Но маркетинговый материал есть частично на нашем портале IPMATIKA.RU. Если что-то там не найдете, обращайтесь. Я вам дополнительно вышлю то, что вас конкретно интересует. Коллеги, всем большое спасибо. С вами тогда прощаюсь. Будут вопросы, обязательно пишите мне на почту либо звоните. Всем всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!